привет привет с вами алена а сегодня мы рассмотрим очень интересный случай здесь будет целых два визита поэтому устраиваемся поудобнее и начинаем смотреть видео начинается с того что мы снимаем титановую нить установка не наши и давайте я расскажу небольшую предысторию эта женщина обратилась к нам потому что в течение трех лет она занимается решением проблемы в растании ногтей у подолга подолга это ее хорошие знакомые вот течение трех лет они решают этот вопрос но многоточки продолжают врастать сначала мы можем наблюдать то что действительно есть скручивание ногтевой пластины и она уходит очень очень глубоко и конечно как всегда в процессе работы мы начинаем опрашивать клиента выясняем что когда как при каких обстоятельствах смотрим на обувь все расспрашиваем в общем что нам удалось выяснить титановую нить то они ставили это просто прекрасно это замечательно хорошо но дело в том что в растании ногтей это всего лишь следствие они не убрали причину а первой причиной в растании ногтевых пластин все-таки здесь является неправильно подобранная обувь и на видео очень хорошо заметно что большой палец заходит немножечко под 2 и соответственно в обуви эти пальчики находятся в кучке но и получается давление как раз в растании происходит именно со стороны бокового валика все элементарно и просто поэтому было принято решение сменить коррекционную пластину на 3 то скобу это еще один вид коррекционной системы он называется крючковой он конечно же более сложные в установке и изготовлений но местами он является наиболее эффективным то есть работает он так скажем в некоторых случаях сильнее чем титановая ниточка он устанавливается под свободный край тянет ноготочек не просто в ростковой зоне а именно за его краешки потому что у нас здесь все уходит очень глубоко и как титанку здесь не расставляя боюсь там будет этого всего не достать а для того чтобы отодвинуть боковые валики мы использовали метод тейпирования это устанавливается тейп только на момент установки 3 то скобы либо титановой нити просто для того чтобы иметь доступ в пазухе в общем кс установлена с клиентом проведена профилактическая беседа мы также объяснили ей все по подбору обуви чулочно носочным изделиям и объяснили ей что а какую бы коррекционную систему мы не ставили если она не уберет первую причину этому не будет конца и края и это не закончится также было рекомендовано изготовить артез он же артоз кто-то его называет в общем это такой разделитель чтобы нам разлучить первый и второй пальчик чтобы между ними было пространство чтобы 2 не давил на боковой валик 1 как раз на ту часть где происходит врастание и тогда есть станет гораздо легче и не будет этих болевых ощущений возможно при регулярном посещении мы сможем избежать врастание ногтевых пластин но а теперь визит спустя три недели у нее стоит 3 то скоба мы кстати говоря про тампонировали все боковые валики там где скобочки стояли и эту же самую тампонаду она нам принесла обратно спустя три недели в общем снимаем наши крючочки осторожно сначала распиливаем гель потом убираем кусачками и снова приступаем к обработке уже видна небольшая динамика сейчас еще раз все прочистим вытащим старые тампонады уберем чуть-чуть свободный край и основа поставим коррекционную систему также можно наблюдать небольшую трещинку которая была вызвана скручиванием и ногтевых пластин и конечно для тех кто всегда говорит про грибы и мухоморы оговорюсь и напомню что мы всегда отправляем клиентов на сдачу анализов на глаз анализ грибок или микоз по умному да это ни в коем случае не ставится то есть нельзя никогда утверждать что вот если там что-то вам не нравится на ногтях то там сто процентов грибок конечно же нет нужно отправить в лабораторию к дерматологу сдать анализы и там уже по итогам анализов вам назначить в лечение собственно говоря что она и сделала за три недели пока находилась к с она все-таки сходила сдала этот соскоб и ей сказали что действительно да у нее обнаружено поэтому она получает сейчас у дерматолога назначенное лечение ну а мы можем приступить уже к зачистке и имеем хороший доступ боковым валиком они немножечко раскрылись и вот сейчас то мы все оттуда достанем ваша любимая часть ковыряшечки я знаю как вы сильно любите когда мы достаем сокровища из под ногтей а тут их поверьте за такой долгий промежуток времени скопилось немало и что уж там говорить что действительно после банального подстригания ногтей не и выгребание из пазух всего что там положено накладенное накоплено не знаю даже каким словом это объяснить клиент испытывает невероятное облегчение я так вот например просто люблю сам процесс подстригания ногтей потому что мне даже после этого становится вот как-то прям классно то есть подстрижешь ногти и чувствуешь так обувь уже посвободнее вот и здесь примерно та же история только умноженное на 10 только посмотрите сколько там всего у нас набралось в помощь нам наш лучший друг кюретка и конечно же прямо режущие кусачки которыми мы снимаем также длину свободного края просто эта модель с маленьким полотном и возможно некоторые подумают что мы срезаем кусачками для кутикулы но естественно нет потому что кутикульные кусачки только для кутикулы для работы по коже а для работы по ногтям у нас есть специальные прямо режущие они не имеют пяточки абсолютно прямые поэтому очень легко везде подлезают и можно все убрать сам факт того что они тоненькие маленькие нам дает еще дополнительную маневренность также в работе мы используем твердосплавные фрезы для дополнительной зачистки и вычищение вот допустим в трещинке как сейчас а самую мелочевку мы дорабатываем алмазами фрезами и вот так уже выглядит практически законченный наш педикюр 3 то скоба стоит тампанада проставлена трещина вычищена лечение клиент у дерматолога получает ну а нам остается только зафиксировать 3 то скобу проверить что ничего нигде не царапается не порвет ей колготки или носочки также проверяем обязательно прилегание правильно поставлены 3 то скоба плотно прилегает к ногтевой пластине нигде не топорщится и не торчит и конечно как завершающая процедура у нас всегда идет увлажнение маслом кремом и другими специальными средствами для того чтобы клиенту было комфортнее и средства естественно зависит от состояния кожи кому-то только маслица кому-то крем с мочевиной кому-то что-то увлажняющее вот сейчас здесь проверяем ничего ли нигде не цепляет все хорошо и отправляем домой ее поправляться и ждем следующего визита ну а с вами была алена пока пока до новых встреч и не забывайте берегите себя и свои ногти визита